Это кадры 2019 года. Сколько было совещаний, собраний, споров, причем как у общественников, так и у специалистов по поводу реконструкции того, каким парк должен стать после. Концепцию разработали общественники, губернаторы и городские власти ее поддержали, в том числе финансово и в парке началось преображение. Начали мы с одного знакового объекта, вот еще в 2020 году, это велопешеходная дорожка. По периметру парка прошла и были даже жалобы, ай, так тесно, тут много людей. Действительно, это еще раз подтвердило, что мы идем в правильном направлении. Позже расширили внутреннюю сеть дорожек, к третьему году благоустройства приступили к самому ценному объекту. В Изумрудном появился пруд, площадь возле него и комплекс визит-центр. Четвертый год ознаменовал строительство амфитеатра и зеленого пляжа. Параллельно с этим каждый год мы проводили еще важную работу по восстановлению зеленого каркаса нашего парка, потому что все-таки парк, не надо забывать, это деревья, да, это в первую очередь зелень. И, соответственно, здесь тоже было зеленью много пострадавшей. И поэтому мы что делали? Мы как раз провели масштабные высадки крупномерных деревьев. Порядка полутора тысяч с учетом деревьев этого года высажено. В этом году в Изумрудном появился пешеходный фонтан, спортивная площадка, парковка со стороны проспекта Сибирского, шахматный павильон, куда может зайти любой. Кстати, за пару месяцев, рассказывает Владислав, не пострадали ни столы, ни шахматные фигуры. Тут даже вот есть такой вот инфракрасный подогрев, чтобы он еще, ну вот сейчас в октябре будет прохладно, ну он будет чуть-чуть подогревать. И это еще раз подчеркивает, что люди готовы к нормальным благоустроенным пространствам. То есть нет вандализма, нет воровства. Нельзя сказать, что реконструкция парка завершилась. Она продолжится. В следующем году в Изумрудном планируют установить павильоны для продажи сладостей. Появится новая инклюзивная детская площадка, будут высаживать новые деревья, да и надо следить за сохранностью всего созданного. Ведь Изумрудный, по сути, опытная площадка, которая выстрелила и показала себя с лучшей стороны. Барнаульцы все говорят, мы хотим свой Изумрудный у себя в районе, да, ну или там где-то поблизости от своего дома. И поэтому сейчас вот этот девиз, мы хотим свой Изумрудный, он актуален. Изумрудный в каждый уголок города Барнауль. Ну да, да. Ну как минимум нужно, чтобы несколько подобных парков появилось в городе. И тогда мы эту тему общественных пространств закроем и, соответственно, повысим и качество жизни барнаульцев. И создадим, ну скажем так, дополнительные возможности для развития города. Есть вероятность, что тот самый департамент управления парками в Алтайском крае все же появится. По словам Владислава Вакаева, в конечном итоге к этому приходят все регионы страны. Ведь с помощью департамента проще управлять парками, необходимой для работ техникой, а также людьми. Он поможет все возникающие парковые вопросы решать более оперативно и эффективно. Будущее, в том числе Изумрудного, за этим. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин